Азы поисковой работы. В областном центре развития дополнительного образования детей вновь собрались поисковики и те, кто только планирует приобщиться к этому непростому делу. На этот раз подготовку в центре пройдут 200 школьников. Вообще главная цель мероприятия показать школьникам, студентам, нашей молодежи, что такое поисковое движение и рассказать, каким образом можно стать участником этого движения. Они могут попробовать свои силы в различных направлениях поисковой работы, например, реконструкция предметов быта, вещей красноармейцев. Организаторы не ставят цель, чтобы все участники встречи обязательно поехали на поисковые работы или отправились на вахту памяти. Знания, полученные здесь, помогут сформировать представление о том, как происходит поисковая работа, в чем ее важность и сложность, какие знания нужны. И выживание в трудных условиях, потому что в отрыве от цивилизации ребята живут в палатках, сами готовят еду себе. Медицинская подготовка должна, потому что всякие могут случиться неприятности. Анатомия, знания техники безопасности, умение ориентироваться в лесу. Ну, то есть очень много, это вот, ну, может быть, минимум самый. Подобные встречи в Центре развития дополнительного образования детей проводят с 2011 года. Мастера с большим опытом поисковой работы знакомят школьников со специальным оборудованием экспедиции, методами эксгумационной работы, ну и, наконец, с подготовкой найденных предметов быта и амуниции военнослужащих к музейному экспонированию. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.